здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске главу эстонии каю калас поймали на том что ее муж торгует с россией но уходить в отставку мадам не собирается говорит что ничего плохого она не делала ну что спорим что это правда или не совсем брехня рубрика все украдено до нас премьер-министр эстонии кая калас заявила что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга арва халека ведущего бизнес в россии накануне портал государственного телерадиовещания сообщил что частично принадлежащая халеку транспортная компания старк logistic до сих пор перевозит груза в россию эта информация вызвала большой резонанс в обществе оппозиционные политики требуют от калас ухода в отставку оппозиция делает свое дело она конечно чует кровь до шакалы тут же примчались я не вижу причин для своей отставки я не делала ничего плохого и мой муж тоже не делал ничего плохого сказала калас порталу delphi по словам лидера оппозиционной парламентской партии из сама урсалу рейнсалу это позорит эстонию политик отметил что вопрос заключается не в юридической стороне дела компания занималась перевозкой грузов не подпадавших под санкции с а в этике со стороны главы правительства которая призывала весь мир прекратить бизнес с россией мне важно я выошли нравственный ориентир на самом деле конечно кая калас негодует совсем по другой причине и в ее словах это ясно чувствуется там совершенно отчетливо просвечивает обида из серии да ладно вам ополчились нашли вселенское зло уже отлично знаете что все мы продолжаем работать с россией так или иначе чтобы не говорили при этом вслух это же только для электората мы все говорим красивые слова а сами продолжаем работать с россией собственно как и в россии до сих пор полно якобы патриотов на словах которые кричат правильные вещи а на деле детки у самих растут в европе и странах нато недвижимость в европе а в россии они только зарабатывают но сказать этого кая калас не может во первых от нее тогда разом отвернуться все избиратели она сразу же потеряет остатки поддержки в обществе а во вторых на нее накинуться все представители элит уже тогда по-настоящему за то что правду про них сказала ты миша коллектив кинул проблемы нам принес коллектив тебя за это она кашет водка я калас и устроила истерику ах вы шакалы накинулись на меня одну как будто только я этим занимаюсь пользуетесь случаем под меня копнуть хотя сами все ровно этим же бизнесом зарабатываете мой муж не делал ничего плохого ничего такого чем не занимались бы все остальные вот только есть один вопрос а что делала бы сама кая калас попадись на этом кто-то из ее политических оппонентов небось точно такой же крик и подняла бы но самое главное это бесконечное вранье наших либералов мол да вы просто не понимаете в европе коррупции невозможно в принципе там если только подозрение возникает уже человек сразу уходит в отставку сам у него выхода нет там парламентской демократии в европе своя же партия выкинет тебя в отставку чтоб ты не морал репутацию оставшихся ну и что мы видим в реальности республиканцы трампа на которого нет ни одного обвинения по коррупции сливали не раз а вот демократы за байдена стоят стеной что угодно готова выдумывать плевать на репутацию лишь бы только байдена на второй срок да и сама кая каласа бред якобы она не знала что муж этим занимается да конечно и сама как жена прям такая наивная не знает что делает ее муж вечером после работы они конечно же не делятся и не обсуждают и днем на работе как главе государства можно подумать ей не докладывали короче быстро оказалось что врали все и краснеть и явно никто не собирается такие вот они рукопожатные люди на этом свете на этом свете существует только ложь обман и воровство друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите